Здравствуйте, товарищи! Как всегда, по понедельникам очередной информационный выпуск батальона «Хан» и я его ведущий, заместитель командира батальона по воспитательной работе «Аржан». Обстановка в ДНР остается крайне напряженной. Количество обстрелов за прошедшую неделю составило 249 градусов. По территории республики было выпущено 497 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, 198 танковых снарядов и 928 мин калибра 82 и 12 мм. Также интенсивно применялись гранатометы противотанковое и стрелковое оружие. 3 августа артиллерийскому и минометному обстрелу в очередной раз подвергся центрально-городской район города Горловки с позиции механизированного батальона 30-й отдельно механизированной бригады под командованием героя Украины Сапко, убийцы мирных жителей. Интересно, этот человек одевает золотую звезду перед тем, как дать приказ по обстрелу наших городов? Или стыдливо ее прячет, пока работает ствольная и гаубичная артиллерия его батальона? Сапко, будь мужчиной! Стреляй по нашим позициям! Мы воюем с тобой, а не старики и дети. Иначе тебя вместе с Нестеренко ждет страшная участь дивизии вермахта, в полосе ответственности которой была зверски замучена Зоя Космодеменская. Не знаешь, что такая? Тебе интернет подскажет. А вот у нас, кто эта девушка и во имя чего она приняла лютую смерть, знает каждый школьник. Мы не только воюем за нашу землю, не только за наших женщин и детей, но и за историю нашу русскую. Кроме того, в этот день было выпущено более 50 артиллерийских снарядов по населенному пункту Лозовое. А 4 августа по той же горлоке вела огонь уже вся 30-я отдельно механизированная бригада. Видно, завидуют этому чудовищу Сапко и мечтают убить как можно больше сепаратистов, читай мирных жителей. Глядишь, Порошенко снизойдет и в состоянии под шофе еще кому-нибудь вручит звезду героя Украины. Но, к примеру, командиру этой бригады Нестеренко, который, забыв об офицерской чести и человеческой совести, продолжает уничтожать мирное население Донбасса. Этот, с позволения сказать командир, стремясь выслужиться перед хозяевами, своими действиями уже заслужил звание кровавого псевдогероя Украины. Видно, это звание повыше будет какой-то там звездочки на лацкане мундира. Хотя оставшиеся в живых после обстрела населенного пункта Гольмовская, по которому было выпущено, вдумайтесь, больше 130 артиллерийских снарядов, тебе бы, господин Нестеренко, вместо звезды героя, с радостью, думаю, вручили бы медали УДЫ. А 5 августа наиболее интенсивному артиллерийскому и минометному обстрелу подвергся населенный пункт Спартак и район аэропорта с позиции 93-й отдельно механизированной бригады под командованием Клочкова, который своими действиями ежедневно оправдывает свою репутацию как приспешника хунты по вопросам геноцида населения Донбасса. Кроме того, в районе нынешней постоянной дислокации этой части идет массовый прием добровольцев из территориального батальона карателей Карпатская Сечь. А что? Был добровольцем-правосеком? Резал, сжег, безнаказанно убивал? Молодец! Берем добровольцем в армию, принимаем присягу, как говорится, на верность. И официально иди, убивай всех москалей, всех, кто не хочет жить по галецкому образу жизни. На следующий день, 6 августа, интенсивному артиллерийскому обстрелу подвергся населенный пункт Приморская с позиции 14-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ под командованием Жакуна, который наряду с такими же укрокарателями не считает мирное население Донбасса за людей и проводит геноцид, выслуживаясь перед пиндосами и их наймитами. Про Сапко и обстрел в горловке уже даже и говорить не хочется. Но придется, потому что пострадали люди. Наши с вами люди, товарищи. По состоянию на 9 часов 6 августа, согласно данным из Республиканского центра экстренной медицинской помощи, потери среди мирного населения составили один погибший и два раненых. С 7 по 9 августа напомнила о себе 93-я отдельно механизированная бригада под командованием Плочкова, ведущая артиллерийский и минометный огонь со стороны населенных пунктов Опытного и Авдеевки в направлении Спартака и аэропорта. По воле Киева и командам этого карателя продолжают страдать ни в чем неповинные женщины, дети и старики. Подразделение этого нациста цинично и бесчеловечно обстреливает мирные кварталы. Запасайся поддержкой бойцов Карпатской Сечи-Клочков, ибо расплата будет неминуема и ждет тебя в лучшем случае схрон. А что это такое, деды этих бойцов тебе расскажут. По состоянию на 9 часов утра 9 августа ранено в этом районе 3 мирных жителя. А тем временем наши разведчики продолжают выявлять факты перемещения военной техники и личного состава ВСУ. За прошедшую неделю было зафиксировано передвижение к линии соприкосновения более 100 единиц тяжелого вооружения, таких как град, гвоздика, ствольная и гаубичная артиллерия, самоходные установки. И появилась эта техника в городах и населенных пунктах, расположенных либо совсем рядом от линии соприкосновения, Авдеевка и Пески, либо в 20-40 километрах от нее, Славянске, Очеретино, Константиновка и Оглидар, Желанная и Прохоровка, Толоковка и Дзержинск. Теперь о событиях в Украине. Неделя началась с одной стороны проплаченным националистами митингом в Мариуполе за продолжение войны, где 90% участников состояло из приезжих активистов, намеренных заработать на данном мероприятии. А с другой стороны, выступлением бывшего лидера крымско-татарской меджлиса Мустафы Джамилева, анонсировавшего создание мусульманского батальона, который возьмет под контроль украинскую границу с Крымом. И жить этот батальон, сформированный из добровольцев Чечни, крымских татар, имеющих проблемы с законом, и даже по слухам, едущим в Украину террористам из организации ИГИЛ, собирается на херсонской земле. Надеюсь, что ненадолго. Надеюсь, что скоро нормальные, адекватные люди, которых большинство на Украине, встанут на ноги, сбросят оковы и погонят всю эту нечисть для начала домой на запах. Пусть мозги промоют в тисе. Лидишь, все наносное смоют и будут жить, проводя все время в замаливании грехов за преступления против человечества. В начале недели, то бишь 3 августа, как всегда, состоялась широко разрекламированная встреча контактной группы по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. В очередной раз пошумели немножко. Но даже усесться в шикарных креслах, милостиво предоставленных Байской, не получилось. Укропы, как гордо себя называют украинские ястребы в лице Порошенко, просто развернулись и ушли. Но не хотят они отводить тяжелое вооружение и все. Но что ты скажешь? А коль нового Широкина ополченцы больше дарить не собирается, то и разговаривать вроде как не о чем. Лучше существенно увеличить количество обстрелов территории республики из вооружения калибром свыше 100 мм. И попытаться обвинить в этих обстрелах военнослужащих армии ДНР. Вот это дело для настоящих щирых украинцев. Да и биндосы особо разлагольствовать не дают. Деньги-то ихние. Однако эти факты показывают всему миру лишь истинное лицо и звериное оскалу власть, придержащих киевской клики. Их упрямые попытки запугиваниями покорить свободный народ не производят должного эффекта на Донбассе, где люди привыкли бороться за свое будущее. Обстреливая Донбасс, хунта пытается не допустить прекращения войны, а с ней и финансирование западных хозяев, без которых станет просто неизбежен экономический крах страны. Хочу обратиться к народу Украины. До конца разорив страну, хунта сбежит к своим хозяевам. Поэтому спешите сейчас помочь нам спасти наших с вами детей и совместное будущее. Только общая победа над государственными паразитами вновь сделает нас единым народом. Сказал Эдуард Басурин, человек, которого, думаю, не надо представлять, его знает как по эту, так и по ту сторону баррикад. Вот для него и для моего командира товарища хана слово офицера, честь мундира, вот это святое. За этих людей, а таких у нас большинство, и жизнь отдать не жалко. Потому что все мы добровольцы и это наша земля. А укропы под насилием, страхом и угрозами много здесь не навоюют. А тем временем, 7 августа в Запорожье на новом Кужугумском кладбище произошло массовое захоронение 57 бойцов карательных подразделений ВСУ. Они обстреливали наши города, убивали мирных жителей, поэтому получили то, за чем пришли. А их жирные хозяева получили свои денежки и все хорошо. Новое мясо погонится из-под палки. Вот вам и так называемая американская демократия по-украински. Не хватит украинца для очередной, сбился уже со счета какой мобилизации. Вот цыгане всем миром в украинскую армию просятся. В Закарпатской области даже мобилизацию цыганское население объявили. Для этого комиссар Журавлев запланировал встречу с местным бароном. Военком считает, что цыгане могут быть замечательными разведчиками, так как у них есть естественная смекалка и хитрость. Не забыть только каждому погнедому раздать и с шашкой на галон о ненавистных сепаратах. Вот сдается мне, что товарищи цыгане служить будут до момента запрыгивания на крупы минной лошади. А там ищи ветра в поле. А что? Неплохая легкая кавалерия получается в украинской армии. Прямо спецназ. Карваланты. В прошлый раз рассказывал вам о девчатах эскадрона Святая Мария. Сегодня о попытке создать цыганскую разведроту. Или сдюжите на целый батальон. А, господин Журавлев. Все. На сегодня, по-моему, достаточно украинского маразма. Возьмем недельную паузу. Уверен, наши украинские противники не разу еще порадуют нас своим кретинизмом. Теперь о делах батальона. Бойцы-разведчики ежедневно проводят тренировки. Готовятся на случай, если горячие украинские головы захотят расширить Кушугунское кладбище под Запорожье. На нашем полигоне ребята отрабатывали на неделе различные виды засад посредством мин различной конфигурации и мощности. Отрабатывали элементы Ближней Африи. В данный момент действует так называемое перемирие. Но терять боевые навыки бойцам армии ДНР, ну никак нельзя. Укропы могут напасть в любой момент. Разведчики не отлеживаются на диванах. Не сидят в кабаках, распивая алкоголь. Ребята упорно тренируются. И никто не собирается отдавать свои родные земли неонацистам и проамериканским моряне. К сожалению, не имею права рассказать ни йоты, ни об одном бойце нашего батальона. Но пройдут годы, а может десятилетия, и Родина обязательно узнает имена и фамилии своих лучших сынов и дочерей. Без права на славу, во славу державы, под этим девизом жили наши героические предки-разведчики. Так живут и нынешние их внуки, продолжая славные традиции, овеянные не только тайной, но и славой. Верю, наступят времена, когда каждый из нас сможет в праздник победы надеть китель с боевыми орденами и гордо пройтись по улицам родного города. На этом все. До встречи ровно через неделю. Берегите себя, дорогие земляки. Смею вас заверить, у нас хватит сил, средств и отваги стать незыблемой глыбой на страже Отечества.